Книга «Открытым оком», 7-й том, тема «Богослужение», вопрос 1991. Все жития пропитаны поклонением мощам. Когда дробят останки, разносят их по миру, закладывают в кресты, в основание зданий, в перстни. Сами-то эти раздробляемые после их смерти люди хотели ли этого? Давал ли на это согласие, завещание и благословение кто-нибудь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никогда и не один. Напротив того, наказывали, умолял, заклинали, чтобы даже частичку, даже волосинку не брали бы от их тел. Но это для поврежденных умов ничего не значит. Язычество и шаманство выпирает и заслоняет здравый смысл. Щиплет, пилит, режут, разносят, разводят по миру мощи. Мощевики закладывают их в иконы, хранят дома, в храмах, в антиминцах. С этим, похоже, ничего не поделать. От этого может избавить только Библия. Когда люди будут знать священное писание и любить Бога, тогда надобность в этих оберегах отпадет и будет истинное покаяние и запротивление Богу в продолжении уже двух тысяч лет творящегося над телами умерших издевательств и углубления. Евстратий, 13 декабря Когда хартия была принесена, он написал завещание, в котором высказал желание, чтобы тело его было принесено воровраг, и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков. Но чтобы все тело в целности было положено на месте, называемом Аннеликозоро, вместе с святыми Аквесинтием, Арестом, Мордарием и Евгением. Ибо святые заклинали Евстратия, чтобы после их кончины тела их были в нетронутом виде положены вместе с его телом. Антоний, Великий, 17 января Сами похороните меня, дети мои, в земле и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где будет похоронено мое тело, которое, по вере моей в Господа, восстанет нетленным при общем воскресении мертвых. Кирилл, 11 мая Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей. Но как ни старались, они не могли, по всмотрению Божию, открыть раку. И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церкви святого Климента. Симеон Столпник, 1 сентября Когда же возложены были честные мощи святого Симеона на приготовленные носилки, патриарх простил руку, желая взять на благословенную память немного волос от брада святого, и тотчас высохла рука его. Пульхерия, 10 сентября По прошедции довольно продолжительного времени возвратились из Иерусалима и императрица Евдокия, принеся с собой руку святого первомученика Стефана. Феодосий Перчерский, 3 мая Затем, молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал великим постом. Ни в каком случае не омывайте моего тела. Пусть никто из местских людей не видит моего погребения. Вы одни иноки, положите меня в указанном мною месте. Перенесение мощей Феодосия Перчерского, 14 августа Нам, братья, следует постоянно иметь перед дочами честную раку отца нашего, принося ему всегда достойное поклонение. Неудобно ему пребывать вне монастыря и церкви своей, ибо он положил ей основание и соединил монашествующих. В тот же день приготовил орудие для копания. Был вторник. В глубокий вечером я взял с собой двух братьев, мужей чудной жизни. Больше никто не знал. Когда пришли в пещеру, то сотворив молитву с поклонением, приступили немедленно с пением псалмовских песен к делу. Копать начал я. После продолжительного труда я вручил заступ другому брату. Тогда копали до полуночи и не могли обрести мощей святого. Тогда мы начали скорбеть и плакать. Сначала думали, что святой не благоволит нам явить себя. Эту мысль сменила другая. Не копали мы в другом стороне. И вот я, снова взяв оружие, начал копать еще прилежнее. Игубин пришел с двумя братьями. Я же прокопал еще более. И наклонившись, мы увидели мощи, лежащие светолепно. Все составы были целы, и их не коснулось тление. Лицо светло, очи сомкнуты, уста соединены, власы же присохли к голове. Возложив на одры честные мощи, мы вынесли их перед пещерой. Космас-капец 3 августа. Космас-капец из лавры Фаранской. Это был строгий постник, ревнитель веры, твердый хранитель догматов церковных, отлично знающих Святое Писание. С того самого времени, как вы похоронили его, я слышу каждую ночь, как он говорит епископу, «Не прикасайся ко мне и не приближайся, еретик, ты враг Святой Кафолической Церкви». Выслушав это, я пошел к патриарху и передал ему свой разговор с нищим. Вместе с тем я просил патриарха взять тело старца и положить в другом месте. Но Святейший Патриарх сказал на это. «Верь мне, сын мой, что ничего вредного не может причинить еретик, Святому Косме. Все рассказанное тобой произошло за тем, чтобы от нас не была скрыта ревность по вере и добродетель старца, и чтобы обнаружилось нечестье епископа, и он не почитался бы как православный». Харитон, 28 сентября. Братья спросили его, «Какое распоряжение, Отец, сделаешь ты о теле своем? Где погребем тебя?» Он сказал, «Отдайте землю земле, где хотите. Господня земля, и что наполняет ее?» Псалом, 23, 1. Они же говорили, «Нет, Отец, ты устроил три обители и собрал три стада. Каждая из них хотела бы иметь у себя твои мощи. Посему, чтобы не было между нами распри, завещай ныне же, где нам положить твои мощи». И исполняя желания их, он соизволил на то, чтобы его похоронили в первом его монастыре, где он был взят разбойниками и чудесно благодатью Божию от них избавлен. «Иноки всех трех обителей, взявшие его, привели в ту обитель. Здесь он, дав много наставлений братья о совершенном иноческом житии и преподав им мир, возлег на Одре и предал в руки Господа свою святую душу, не испытав никакой телесной болезни». Никита, 15 сентября. В своем послании он просил граждан Аназаровы дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма. Тогда граждане Аназавры просили Аксентия, чтобы он взамел, дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение Егору. Желая исполнить эти просьбы, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот, без всякой видимой причины, мраморный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствующих здесь дерзновенно коснулся своей рукой святых мочей, но тот же же рука его высохла, а на него самого напал ужас. В то же время раздался с неба сильный удар грома и блеснул яркая молния. Все пришли в страх. Тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздравлять мощи святого и раскаялся в своем намерении. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ, совершив над ним благоговерное пение, снова с честью закрыл его громницу. Стихотворение Пошли нам, Господи, терпение в годину бойных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже, правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать. В дни мятежного волнения, когда терзают нас враги, терпеть позор и оскорбления, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвы наш и дай покой душе смиренной и в невыносимо страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твои рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. С. Бехтеев, 1918 год